Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я работаю вахтовым методом горничной. Прилетел это второй раз. До этого у меня был конфликт с соседкой по комнате. Она ходила, стучала на меня. Сейчас угрожала, что напьёт мне лицо. Менеджер встал на её сторону. Якобы это потому, что я прошла по мыту, по мыту, ну полую месяцу ввиду. Вторая конфликтная ситуация с женщиной, которая работала 8 лет на том этаже, куда меня поставили. Её поставили на прачку, принимают постельное бельё из-за того, что она мне долгала. Нет комплекта, я пришла спросить почему. Менеджер сказал, что теперь мы будем вместе пересчитывать постельное на прачку. Другие горничные прессы сдают разнорабочим сделать у себя запись о количестве. Я пришла к ней, она начала оскорблять меня, заставлять складывать обратно. Менеджер сказал, что только пак, теперь придётся мне сдавать бельё. Подскажите, как мне правильно поступить в этой ситуации? Ведь менеджер поддерживает дедовщину получается, а ходить к этой линии я не могу. Это приводит меня к состоянию стресса. Ну, давайте мы с вами посмотрим на эту ситуацию с нескольких вот, так скажем, сторон. Да, с нескольких сторон попробуем посмотреть на эту ситуацию. Первая, первая сторона, это сторона того, что вы вот попали в такую для себя очень неприятную ситуацию, вот, в которой вам, конечно, трудно, в которой вам, конечно, трудно. Тяжело, которые на вас нападают и так далее. Вот. Вам нужно понимать в этой ситуации, что, ну, люди, скорее всего, не изменятся. Они будут вести себя так, как они себя вели. Вот. Потому что у них своё видение, у них своя точка зрения на то, как всё должно быть, и вы, в общем-то, их не сможете ни в чём переубедить. Вот. Поэтому основная здесь проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы пытаетесь кого-то переубедить. Вот. И это, на самом деле, очень-очень, очень посредственно, потому что, ну, переубедить кого-то у вас не получится. Вот. Ну, и, соответственно, вы только, что сделать, вы только, да, получите вот конфликт. Конфликт, много-много, много конфликтов вы получите в этой ситуации. Вот. Поэтому тут надо смотреть, нужно смотреть с этой, с этой точки зрения, да, нужно смотреть в сторону того, чтобы, ну, вот, вам было удобно, чтобы вам было хорошо. Вот. Если вы считаете, что неправы, вот, другие люди, да, то есть, ну, вот, если вы говорите, например, что, там, допустим, ну, менеджер, вот, поддерживает, да, дедовщину, вот, ну, если вы так и считаете, да, то, что, собственно говоря, можно с этим сделать, да? Ну, надо, что, ну, менеджера изменить, ну, сильно вряд ли, сильно вряд ли, что вы сможете изменить менеджера, там, и так далее. Людей переубедить, ну, тоже в этом смысле, ну, на мой взгляд, вряд ли вы сможете это сделать, потому что для того, чтобы это сделать, ну, нужно, ну, как, как минимум нужно, чтобы, чтобы, ну, люди были заинтересованы в том, чтобы вас как-то вот слушать, да, чтобы люди были заинтересованы как-то вот в том, чтобы к вам прислушиваться. Если люди к вам не прислушиваются, то, соответственно, как бы, что-то поделать, вот. На любых местах, в принципе, есть, наверное, свои какие-то, ну, свои какие-то особенности, да, свои какие-то вот хорошие и не очень хорошие правила, да, свои не очень хорошие привычки, вот. И, естественно, что, вот, сталкиваясь, ну, сталкиваясь с этим, вам в этом смысле становится, конечно, тяжело, неприятно и больно и так далее. Ну, вот. Другой вопрос, опять же, другой вопрос, опять же, в том, да, что с этим делать, как бы, вот, то есть, ну, можно, можно бороться с этим, да, можно сопротивляться этому, вот. Это можно, но, опять же, вот, вопрос заключается в том, куда вас это приведет, вот. Это такой момент, на который, вот, я хотел бы обратить ваше внимание вам, вот. Поэтому, в этом контексте, в этом контексте вам нужно просто смотреть, что вы можете сделать, да, то есть, либо адаптироваться, принять, либо признать, что вот эти места, они не для вас, да, то есть, ну, вот, не можете вы работать, как бы, в таких вот условиях, да, в таких вот сферах, и так далее. Ну, что-то, как бы, вполне естественно, что вы не можете работать в таких условиях. Вот. Дальше. Идем. Следующий момент. Вот. А, с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, конфликты возникают в том числе и потому, что человек сам их генерирует, вот. Он сам их генерирует, а сам того не осознавает. Вот. То есть, вам необходимо проанализировать свое поведение, свое поведение, да? Вам необходимо посмотреть на то, значит, как вот у вас, ну, образовываются, да, конфликты вот эти вот, я имею в виду, с людьми, вот. И дальше, исходя, исходя уже из этого, вам нужно будет корректировать свою модель, вот, свою победительскую модель, вот. Для того, чтобы как можно лучше с этим обращаться. Вот, вы говорите, что у вас, что значит, стресс, вот. Ну, что, если возникает стресс, значит, какая-то идет реакция на это, вот. Не самая хорошая, да, не самая приятная, не самая позитивная, не самая положительная, вот. Ну, нужно смотреть, что вызывает реакция стресса в этом случае, в этой ситуации. Вот, и дальше уже, на мой взгляд, значит, смотреть, разбираться, вот, к чему-то приходить, да? Вот, и тогда, то есть это, в принципе, на мой взгляд, не сложно, на мой взгляд, это не сложно сделать. Ну, вот, ну, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, хотите ли вы этим всем заниматься? Вот, вот, я могу сказать, вот, вот, или сказать. Хотите ли вы там, например, ну, допустим, хотите ли вы, ну, допустим, хотите ли вы, признать, да, вот, что ситуация может быть связана, да, не только с этими людьми, вот. Ну и с вами, например, то есть вы сами вносите какой-то вклад в то, что с вами так обращаются. Например, если на вас агрессируют, допустим, или если на вас нападают, обесценивают вас, то это может свидетельствовать о том, что вы сами себя, ну например, как-то обесцениваете, да, то может свидетельствовать о том, что вы сами к себе относитесь как-то вот, ну, я бы сказал, деструктивно, да, то есть вы к себе относитесь вот как-то, ну обесцениваете еще несколько, вот, и, соответственно, в первую очередь это нужно корректировать, в первую очередь именно это, вот. Значит, вот таким образом, таким образом вы, на мой взгляд, сможете, ну вот, ситуацию поправить, да, то есть сделать так, чтобы ситуация перестала быть для вас чем-то таким, чем-то таким вот неконтролируемым, да, чем-то таким стихийным, чтобы она перестала для вас быть, но, вот. Чтобы она была для вас понятной, вот, чтобы она была для вас для вас корректно, вот, чтобы вы видели, как, как, и каким образом это все происходит, вот, я имею ввиду, с вашей жизни, да, вот, потому что, ну, опять же, опять же, опять же, на мой взгляд, нужно вот понимать, да, что если конфликты происходят регулярно, да, вот, если конфликты происходят как-то вот, ну, постоянно, вот, то у этого есть вот свои причины, вот, и нужно, с этими причинами нужно, ну, как минимум работать, да, чтобы вы, вот, сами для себя видели и понимали, вот, что происходит. Вот, таким образом у вас получается несколько вариантов здесь развития событий, вот, и, на мой взгляд, вы выбираете то, как вам, в каком направлении вам двигаться. вот, ну, вот, пожалуй, вот это то, что могу вам сказать сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего опыта, вот, который у меня есть, вот, и, соответственно, вот, если вы поправите свое отношение к себе, да, в этом смысле, если вы, вот, ну, подкорректируете его несколько, свое отношение к себе, очень может быть, что все конфликты происходят у вас, ну, вообще, ну, проходить, появляться даже конфликты у вас. Ну, вот, ну, тут, есть, вот, такой момент, и, на него, на этот, на этот момент очень важно обратить внимание вам свое, на мой взгляд, по крайней мере. вот, 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 вот догадаться о том, что вообще с вами происходит. Но, к сожалению, этого делать мы не будем, потому что это такая неблагодарная работа. Нам нужно в первую очередь сейчас понять, в каком направлении вы с вами хотели бы двигаться, куда вы хотели бы двигаться, как вы хотели бы двигаться. То есть одно дело, если вы хотите двигаться в сторону того, чтобы менять вокруг вас реальность, исходить из того, что люди плохие, и что вы будете как-то продвигаться свое, свои будете продвигать, свою позицию будете продвигать, свои ценности будете продвигать, что неплохо. Но при этом, конечно, придется за это расположиться в виде того, что люди могут быть недовольны тем, как вы, как вы действуете, люди будут недовольны тем, что вы делаете, люди будут недовольны, значит, ну, какими-то вашими решениями, выборами, поступками и так далее. Вот. То есть вот это очень важно, как мне кажется, понимать, да? Вот. И соответственно, если вы вот такую цену платить не готовы, да? Вот. Если вам, ну, как-то вот кажется, что это слишком много, что-то, или там, не знаю, что это неправильно, или там, что это еще, допустим. Вот. То, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, в таком случае, вам нужно переключиться на себя и постараться увидеть проблематику в себе, вот. А не в других людях. И, да, конечно, другие люди делают вашу жизнь, скажем так, ну, другие люди делают вашу жизнь сложнее, да? Другие люди делают вашу жизнь тяжелее, это правда. Вот. Но что делать, делаете вы для того, чтобы она стала тяжелее? Вот, например, моя основная мысль будет заключаться, пожалуй, в том, что... Ваш стресс, ну, вот стрессовое состояние, да, связано именно с тем, что вы принимаете как-то на свой счет то, что... ну, то, что происходит. Да? То есть, вот. Как-то на свой счет вы принимаете то, как, ну, как ведут себя люди, ну, с вами, вот. Хорошо ли это? Да нет, нет, это не хорошо. Потому что, таким образом, вы не помогаете ни себе, ни делаете себя более, как-то, ну, привлекательной, что ли, для других. Вот. Да, вы можете сказать, что вы не хотите этого делать, да, вы можете сказать, что я не хочу быть привлекательной для других людей. Вот. И это нормально, если вы не хотите. Вот. Но, тем не менее, все же, все же. На мой взгляд, это вот в какой-то степени, ну, может быть, и в ваших интересах тоже. Вот. А то, что вы сделали сейчас, да, то, что вы делаете сейчас, ну, вы просто пожаловались на, вот, людей определенных, да, вы просто пожаловались на них, вот, спрашиваете, что вам делать, при этом у вас есть возможные варианты, которые вам, вам, ну, которые вас, очевидно, не устраивают. Вот. И, ну, соответственно, мы-то не знаем, какие варианты у вас есть еще. Мы не знаем все ваши ситуации, вот, ну, целиком, да, мы не знаем, мы не можем, мы не можем знать. Ну, все, ну, все эту ситуацию, вот. Поэтому, само собой, вам нужно принять для себя решение, то есть, вот, как и что вы будете делать, вот, какой выбор вы сделаете. Я не думаю, что есть какой-то правильный выбор, я не думаю, что есть какой-то неправильный выбор, я думаю, что любое, любое решение корректно, если это решение ваше, то есть, если вы приняли его самостоятельно. Вот. Что я бы еще, наверное, сказал, это, пожалуй, про треугольник Кармана, вот, который, на мой взгляд, вы здесь, там, отображаете свои, ну, свои поведения, возможно, своим возможным поведениям, вот. Предлагаю вам самостоятельно, значит, ну, самостоятельно его изучить, вот, предлагаю вам самостоятельно его поисследовать, вот, значит, ну, треугольник, треугольник Кармана, вот, и дальше уже решить, собственно, Собственно, чего же я хочу-то дальше, вот, то есть могу, могу я это принять, то, что вот, то, что мне будет, ну, заметно, то, что мне будет видно, или нет. В любом случае, в любом случае, решение в данных, вот, психолог может вас просто поддержать, да, помочь вам как-то, вот, определиться с твоими приоритетами, с твоими почтениями, вот. Ну, на этом, я думаю, все, вот, такой ответ, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, надеюсь, что вам немножко стало, стало яснее, вот. То, с чем, например, вы имеете дело, да, вот, вам, надеюсь, немножко стало яснее, то, как обстоят дела, то есть, ну, в смысле того, в какой позиции вы находитесь, да, и чего вам от этой, ну, чего вам от этой позиции ждать, например. Вот, я надеюсь, я надеюсь, что вам это было интересно, ну, как минимум интересно. Обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, позволит вам сформулировать основные направления, куда бы вы, куда бы вы хотели двигаться, вот. Вот, ну, в контексте, опять же, в контексте психотерапии, да, в контексте, вот, работы над собой, вот. И я думаю, что при желании, да, если такое желание у вас будет, вот, то при желании, видите, сможете, сможете эту работу провести, там, что я, со специалистом, вот. Если, если сейчас ваша ситуация кажется вам безвыходной, если сейчас ваша ситуация кажется вам такой вот, ну, допустим, допустим, она кажется вам нескольким. Например, несправедливой, например, вот, то это ничего страшного и в случае, если вам больно, вот, если вам тяжело, то психолог поможет вам поможет вам ваше чувство прожить и сделать так, чтобы, ну, не слишком сильно, да, они на вас влияли. Вот. Ваше чувство я имею ввиду, чтобы они вам не слишком мешали, мешали жить, скажем так. Вот. Я вам желаю, я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что ситуация изменится. Вот. Я надеюсь, что вы для себя сможете принять какие-то решения, вот, которые позволят вам двигаться дальше, так или иначе. Вот. Спасибо вам самого доброго. Обращайтесь. Спасибо. Спасибо.